Здравствуйте! Меня зовут Виктор Алисов. Сегодня я открою вам две небольших тайны, о которых вам не расскажут ни врачи, ни косметологи. Не знаю, знают они их или нет, но вот так или иначе, почему-то с этим они не работают. Две тайны, касающиеся молодости, молодости лица. Фундамент молодости кроется в костной структуре, а если говорить о лице, то в черепе. И как только череп дает усадку, лицо тут же начинает стареть. Две основные области, на которые стоит обратить внимание, это область скуловых костей и область височно-нижнечелюстного сустава. Потому что область скаловых косточек дает нам горизонтальную ориентацию. Почему азиаты смотрятся очень долго молодыми? Потому что у них очень широколиция черепа. Точно также и епрепиоиды могут поддерживать широкую часть своего лица. Как только скуловая косточка начинает съезжать, тут же на лице видна старость. Второй секрет. Височно-челюстной сустав. Это самая подвижная часть на нашем лице. Естественно, раз она подвижная, она изнашивается. Потому что постоянно в напряжении, потому что постоянно в движении, и мы ее в принципе не умеем расслаблять. Поскольку здесь формируется большой спазм, то нижняя челюсть уходит вверх, тем самым сглаживая весь овал лица. Контур становится неразборчивым. Поэтому очень важно обращать внимание на височно-нижнечелюстной сустав, если ты думаешь о своей молодости. Вот таким образом мы обычно сидим за столом. Когда устаем, или еще что-то в этом роде. Я вам уже сказал о височно-челюстном суставе. Что происходит, когда мы вот таким образом кладем голову на руки? Височно-челюстной сустав еще больше напрягается, еще больше поднимается вверх, и ваш овал лица становится все менее заметен. Как сидеть отдыхая, но с пользой для дела. Берем кулачок, основание ладошки, все что угодно, или просто пальчик. Ставим под скуловую косточку и точно так же укладываем головушку на основу, но только в другой точке. Вектор движения вверх и в сторону. Соответственно, то же самое нужно будет повторить и с другой стороны. Теперь вы уже будете скучать с пользой для дела. Если говорить о молодости лица, то нельзя не обратить внимание на шею. Потому что это единственный канал, который подает и выводит продукты метаболизма. И шея у нас это самая напряженная часть тела. Ну, потому что у нее просто нет каркаса. Если расслабить, она упадет. Поэтому, если мы бодрствуем, то шея постоянно напряжена. И это напряжение растет, растет, растет и ухудшает питание головного мозга и, как следствие, лица. Так вот, чтобы этого не происходило, очень важно держать шею в расслабленном состоянии. Пару самых эффективных упражнений для расслабления шеи. Встаем или садимся ровненько, кладем правое ухо на правое плечо, поднимаем правую руку, фиксируем левую часть головы и мягонько опускаем головушку ниже. Делаем вдох. На задержке дыхания поднимаем голову вверх, а рукой сопротивляемся. Сопротивляемся, сопротивляемся, сопротивляемся. И на выдохе делаем расслабление и кладем головушку еще ниже. Снова вдох. Голова вверх, а рука не дает. Вот, сопротивляемся, сопротивляемся, сопротивляемся. И на выдохе опускаем головушку еще ниже. Мягко выходим из этого состояния. И если тебе удалось положить голову все ниже и ниже, значит, упражнение сделано правильно. Значит, мышца расслабилась, амплитуда увеличилась, питание улучшилось. И прежде всего это питание пойдет к твоему прекрасному личику. На сегодняшний день в интернете огромное количество упражнений, которые расскажут и покажут вам, как можно поддерживать молодость лица. Но моя более чем десятилетняя практика показывает, что при всей известности наше лицо крайне неизвестно в ощущениях, которые находятся под кожей. И крайне неуправляемо. Поэтому показать, как делается правильно, поставить руки, заострить внимание на ощущениях, почувствовать, что происходит с твоим лицом, можно только очно, общаясь с мастером. Что, собственно, я и делаю на каждом семинаре. Подхожу к каждой, показываю, кладу свои ручки, она работает со своими, и появляются четкие, ясные ощущения, которые приводят к реальным результатам. Поэтому до встречи на семинарах. Субтитры создавал DimaTorzok